здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас гость творческий в студии поэтому будем говорить о творчестве о культуре об оперете жанр который то пропадает то появляется то опять он на волне популярности довольно редки не каждый владеет особенно приятно что такие люди у нас есть заслуженный артист московской области кристальный голос москвы руководитель театра люберецкая перета александр чайка здравствуйте здравствуйте зрителям здравствуйте перета все коне а перета это жанр не у него без женщин жить нельзя на среди нет ну вы знаете приходит а люди немножко грустненькие за целую неделю уставший только да даешь им спектакль у кого штрауса кальман не взбодрил я таких людей не знаю все равно на самые до таких хорошем смысла попсов и насильвы идут всегда да потому что там не только помнишь ли ты и там все есть женщина и выходная ария сильвы и все мажорно и хэппи энд в конце еще лучше чем начало поэтому мы потом помнят советские фильмы которые очень тебя делались пили опереточные исполнители за кадром а драматические актеры изображали но и сложилось так что при это такой советский некий стиль да где там графиня морица на не графини а просто морица и где королева чардаша сильвана не королева но суть то все остается все женщины все воспевание красоты цветы весна любовь какие-то переживания легкость восприятие тот наверное жанр который вот ну у нас же сейчас принято ну во первых жизнь человеческого чаще устроена из каких-то проблем мы их решаем самого рождения искусство есть тоже нескольких видов где-то нас заставляют над чем-то задуматься где-то поплакать где-то откровенно после как разу когда вы все знаете своем принятии я сейчас это я так захожу сейчас будет отвечать на образовый но мне кажется именно оперета если мы говорим о берете когда такой вот если действительно тебе просто хочется вот просто сесть в кресло и расплыться в удовольствие вот эта оперета потому что она легкая при этом она поднимает все те же вопросы да мы при этом у жанр дорогой считается чем сложность поставить красивую оперету пошить индивидуальные костюмы пригласить там баритона тенора простокассу бредку и героиню чтобы хотя бы на нее ходили потому что она красиво поет это классический жанр сейчас используются микрофоны все такое прочее вот он дорогой считается нужен декорации должны быть все вы знаете если байдеру стать это вообще вензелях и посеребренно сейчас есть конечно вариант я очень много хожу по театрам я вижу как даже ну не будем называть известные ну скажем так места но видно что художники декораторы иногда переплевывают даже режиссера по простоте при этом вроде бы как все понятно и хорошо то есть это у нас где дело работает другое дело что оперета именно но на мой взгляд ценится но сильва ну можно сделать и я видел кстати оперету в нижнем новгороде по моему постановки разному до современном варианте да вот я только хотел сказать костюмчик вот вроде все ну как-то музыка то сама сохраняется это же посмотрел вот веселую вдову ли гора буквально две недели назад когда поют письма вели я увидели где привыкли люди с и что это лесной деви песен поет во втором действие ганна головаре то когда она поет там кончилась пленка монтаж не пошел то это заставляет немножко слух да что то не то это все легатисима и все такое красивое ажурное как в лесу дело должна совести пропадает и уже веселое вдавание . все вдова математического такого слова уже современном нас у нас рамки может быть я советского периода гражданин да потому что вот мне 50 лет а некоторые же только родились им тоже хочется ли гора знать ну я скажу так что я вот был вене там во первых но везде обязательно в филармонию и там даже попасть невозможно тебя загоняют в такой как тупичок такой ты стоишь весь не чувствуешь этих ног вот и они играют все вот это вот все и такое ощущение что ты прямо все все перед эти слушаешься сказать одним большим я тоже когда в интернете бывают мне интересно когда фенбаха люди на траве сидят на холмах звучит афенбах и знаменитые все чардаши сколько вообще давайте так вот авторов с которыми вы работаете или работали бы вот этот список то небольшой небольшой но из импортных и на я немножко отсеиваю советские перед то что не такие многочастные вот поставил три года назад девичий переполох милютина ну посвятил шмыги потому что раски шмыгинская наши все да и до сих пор герард васильев еще царит на сцене и дай бог ему здоровья я люблю баритона вот и получается что на сцене людей очень много хор массовый смотри на одни что царя стоит и во втором здесь это все выплывает помимо гостей дворовых всех дел еще декорация этой избушке то столько вложений надо до хранить где-то надо от спектакля к спектаклю чтобы создать абитуарный театр то столько нужно продумать это только нужно еще создать того что уже есть плюс еще столько же ну и плюс знаете я вот тут сотрудничал с одним театр не будем называть я когда зашел в его ну как это костюмерную это же город ну это там целые этажи костюме да это так интересно я уже говорю про артистов когда народный это давно не играл а тот заслуженно это надо там пуанты работают но мы сегодня от власти давайте вернемся к тому что оперета это жанр все-таки сегодня но не сравнивая скажем с просто с концертом эстрадным и все-таки это немножко и не опера правда ну я считаю что ближай они жаль это да там и эстрада кусок и романса кусочек и драматического и даматургия и конечно хореография до если голос можно дать когда несмотря на то что есть подзвучка гарнитур эти фурнитуры головные все равно если у тебя нет тембра узнаваемо если нет диапазона хотя бы октавы 2 никакой кальман у тебя и штраус не пройдет но как работает сейчас вам вот тем более у вас назвали кристальный голос москвы заслуженные артисты дали московской области и мне повезло что я работал с главным управлением загс московской области там анна шатилова мы с ней вели программы в центральном загсе вот асутки губернаторская ближе в красногорске проходит белом доме и на военную тематику и когда петер петра и февроний праздник и просто когда 100 лет загса и 90 лет вот и как-то я так она поднабрался что там всеми так заслуженный артист россии объявляет александр тякают акту вот и она как-то так вот все это потом орден сергия радонежского за заслуги в басе культуры за благотворительность так сказать и как бы это все поступенно и они карьеристы не собирают на сегодняшний день кем вы себя считаете с чего вообще начинать мы же должны спросить я знаю что вы были у нас здесь уже но без меня вас время интереса каждого что но как все на новое да вот с чего все начиналось потому что выбор то вы же понимаете что артистическая профессия любая это мало того к ну кто не понимает это такой труд во первых это можно очень долго этим заниматься и ничего не поле можно упасть и не дали из очень не стать да вот вас ты как привело это в артистическую среду эту страшную я никогда не был в опереде когда рос мама как-то моя обходила эту сторону цирк драматический театр юного зрителя так и это зачем нам это периода а потом когда уже после армии я постою я в армии пел естественно я всегда пою бабушка горшина из табуретки с катушкой не так ну и вам повезло она в армии лучше петь чем то наряды ко мне очень хорошо отнесся мой так сказать и как директор армии полковник которую иди пор и дай он говорит у вас ансамбль может быть раньше немножко демобилизовать чтобы у себя в краснодаре успели поступить музыкальное заведение вот какой молодец я раньше на три месяца ушел с армии так скажем русским языком и уже поступил а потом два к нему вернулся сказать я уже с вашей милости поступил а все равно верну на отделение академического вокала да вот и он мне поставил все как положено чтобы мы счастливы я недавно свои афиши пока мы сейчас делаем стенд газету чтобы кто из вот служил у нас кто стал кем и в общем у меня единственный артист получился мне приятно что не менее забывай но вы поступили и даже мне начали ломать так что мы разу мы же детство то все эстрадники или народники мне народная песня нравится но я ее пою как более странно классически вот так бы сказал у меня все звуки как бы от рождения более антре более прикрытые у меня нету этого горлового звука когда уме нет ну нет хотя люблю языки ну это мы верю минут и она мне говорит что будем как куда будем двигаться я говорю вот перед я вчера купил за 20 копеек билет хочу и попал горю в наш театр горю на первое место сел с верхушки спустился и посмотрел байдеру или прилип к креслу на все три действия шиме говорю меня просто так очаровала что я на выпуске уже через четыре года из этого колледжа при консерватории я дел шиме как положено в костюме в жилетке ухо делаю да и все опи меня засосало так и в эту оперету что я уже понимали что оперета сегодня даже в московский театр опереты там нельзя сказать что прям толпа стоит желающих ну последний спектакль месяц назад я насчитал мест 10 на пустых то есть работает до работы потому что в московской оперете я помню идут сейчас же мюзикл это наши они обеды хотели сломать не имеют некуда было спуститься в люди были да да мюзиклы убийцы они занимают все театры сейчас да кстати как он к мюзиклам относитесь это же какая-то попытка поиска чего мюзикл для меня и такой тоже статистический жанр и даже больше шоу жанра где можно еще кроме хореографии всякие световые эффекты какой-то иллюминацию огни всякие вот я не знаю там подудобрить это все еще каким-то это минеральными удобрениями как в теплице чтобы это все так вот ох захлестнул и цехом кстати еще поговорить вот и вот это для меня мюзикл он должен быть например там призрак оперы то а осовременить его совсем выпустить в купальнике это некрасиво можно на пляж пойти все посмотреть я хочу чтобы это было все ух я в берлине ходил на призрак оперы там раздоль и режиссер с гад во первых была мода если вы помните везде висели почему-то во многих театрах в европе и у нас это же екатеринбургском заметном театре вешается мешок с песком и вот все предприятие сыпется песок как бы нам режиссер говорит что вот так жизнь наша и в конце спектакля как вот в этой втулке число вот этих лет а потом можно перевернуть и тогда сейчас мы завершаем первую часть я единственный вопрос еще задам вам на сегодняшний день вот вы как себя ощущаете как артист я считаю так у меня два отделения еще и долинский факультет закончился на джазовый как бы эстрадные классические но школа сохраняется поэтому мне мой диапазон который привели учителя он дает шансы петь или мускомедии так сейчас мы вот с театром думаем поставить здравствуйте я ваша тетя возьмите чтобы люди просто пришли побалдели возьмите я тоже что-нибудь сыграю воду не воду выносить что-нибудь и он еще интересный спектакль сам по себе музыка кстати у нас нашего композитора оскара фельдсмана но ответе сейчас делал небольшую паузу напомню что нас гостях заслуженный артист московской области александр чайка но о творчестве мы говорим и еще кое о чем поговорим во второй части нашего разговора так что дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях заслуженный артист московской области александр чайка а говорили мы о творчестве о нем можно говорить долго и бесконечно и бесконечно чуть-чуть нам о долинском этапе расскажите а потом мы перейдем как ни странно к овощам и фруктам но это не название коллектива долинский этап он был сложный не пора не зачем вам это нужно зачем мне это было нужно я сам выбрал так что мне нужно еще магистратуру сейчас модно первых магистратура сейчас вот меняют некоторые институты мы переходим на российское образование а еще вот пять-шесть лет назад мы все заканчивали магистратуры кто пилогическое чтобы надо как стезя было вот я счастлив что что-то я подчеркнул где-то мы не сошлись какими-то характерами мы даже мюзиклы пели вот какие-то упражнения я подчеркнул для себя понимаете ну для мозга так сказать и плюс образование она могла сделать любые замечания человек такая ну своенравная женщина тем более звезда что там говорить вы могли поспорить то что вы с института выпускаются ли не звезды и горю мы можем по ним третье сорта учреждения культуры работы комната развлекательно культурный центр и мы горю не состоимся даже в шпильках и там поющих галстуках мудро не будем участвовать ну да конечно гранит науки саму грызть надо поэтому говорю я пришел чтобы чему-то вы научили мне в качестве диапазона учила мы сами брали за нижнюю гонишься на джек действующие вот мы сами бегали за ней и ансамбль интересно у нас выстроился она уже по каждому вот саша у нас были академически так чайка он начну ему верхушечки там дадим а там оля она посередине у нас поет будет так сервис а басы у нас баритончики они будут так и держать весь басовый ряд и ну как-то вот мирно ну вы довольны этим этапом сама я был недоволен когда меняли репертуар у нее есть такая тенденция мы полгода готовим выпускной экзамены 7 позове не а потом за неделю до этого там я передумала сейчас будем готовить другие ты поймешь что учил на итальянском песне тебе сейчас другие но понятно хорошо мы справились за не уме как человек творческий он александра есть хобби и тут так получается что у нас они даже ножка совпадает ну начнем с цветов почему цветы что вам дают цветы вас много цветов много и я и они не прекращают появляться но они же я еще с вещью умирают некоторые уявляет воскрешаю мне кажется жалко когда вас это речь идет о домашних или какой-нибудь дач на приусадебный у меня я живу микрорайоне у нас самоцветок где у нас уже как бы ландшафт разработан а самая в лес туда и свою аграре аграр так технически туда лилий насажал малину желтую розы то есть потихоньку дурман и привез карман сейчас такое слово такие красивые эти у них датура бургманси латински а вы разбирайтесь то есть не просто так вот я например прихожу вот мне нравится цветок я конечно там прочту какой-то абдурахмассия какая-нибудь все знаю и забыл я поэтому люблю в сочи и там в абхазии все эти страны где много изобилия этого всего ярбы в р.д. как это по-дал дамске там трава зеленая да все когда зелень я каждый цветок название до стараюсь латинская он больше там глакси не там синенги так что скрещиваем я сам дома скрещена до белый синий синюю там с красной иногда родится такое дитё что половина синяя половина какая-то размыта красноватая да как на сути но есть еще одна тут мы тоже вспомнили такое есть значит есть такой сорт помидора бычье сердце который я тоже когда-то вращу миллион у себя на огороде вы еще овощами и фруктами занимаетесь это потому что не любите магазинные вы знаете она и вам тоже как бы это близко мода близко как и творец земле поработал как бог сказал это мужчина творец не только дети еще дерево посадить дом построить дай бог есть любовь это любовь нужно подарить вот и я вкопаю земле у меня теплица там 10 на три это захожу в 9 утра 9 вечера зеленый как шрек выползаю потому что томаты они оставляют такую зелень на тебе и что за томат выращиваете ой сейчас у меня на данный момент четыреста тридцать семь сортов я паре 100 30 вообще лучше больше десяти тысяч если все пособирать со всех стран я и польские сорта прям коллекционирую и списываю сам с привалкой сладки от лета зависит потому что вы понимаете сейчас как ультрафиолет такая я понимаю на аристость я помню когда я сажал помидор самый хороший помидор попка такая уже подгнившая чуть-чуть желтенькая и ты берешь и этот сахар он сложная тема да 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 сейчас мы приходим в магазин я изредка ну понятно что есть магазины где-то за 400 500 рублей можно что-то купить я всегда говорю сладкие помидоры дайте мне пожалуйста если есть деньги а когда мы приходим вот в обычный ритейл лежат помидоры но пупырышка братья близнецы но это f1 гибридики и он даже не пахнет потому что производитель когда делаете семена и скрещивал гибриды поколение 1 f1 и 2 еще если в 3 это f1 да в основном выращивать то она сливает в один делай чтобы их легко было транспортировать толстая кожура ну да раньше с украины декабря вес как турция привозили зеленые помидоры ну да эти помидоры доходили но они же все равно были вкуснее почему ведь какая тема как мы интересно на период и перешли они перешли с грунтового выращивания на выращивание не поняла чалках в этих вот эти вермикулит и вот вы берете этот вкусный помидор воздухе сердце сказали у меня где-то сортов а по 17 только обычно принесли в подарок нам да я нету в этом году у меня мороз ударил положу хлевсия я утром три утра в четыре быстрее костер гривая теплицы туда камень в этот ведро опилки кору поджог чтобы хотя бы минус 3 сошкребать можно было и нести я думал все моим всем посадкам я в этом году 173 корни выстрел ему все все наш но в следующий раз мы ждем помидор огурцы прут уже прям пруд да это уже хорошая экология выставляем их значит экология нормально контакте выставляет чтобы народ тоже видно что я то есть вы еще и блогер так так немножко мне хочется чтобы я хочу о нем поведать миру хорошо но ведь все все равно скрещивается творческий человек цветы тоже сюда подходит потому что артисты любят цветы а еще удобно когда ты как тут я люблю и как и это не рыбки любите вкусно ну по мне видно что овощи есть я не как вкусно именно из своего огородика да я живет так нарезаю я люблю зеленоплодные томаты открою вам секрет а там которая еще мушка например или зеленая тайна личинки зеленые огни фонарей они настолько уже так сформированы природой внутри себя скамуфлировали все качества только то там уже и добавлены майонезик и сахар и соль евро ты все не режу него так как все дольками я режу прям их вот так вот помидор так рассказывать и обеда не вот эти кольца бывает зеленый помидор сверху а там розовая прожилка зачем его родители были с розовым оттенком а у нас обеда не было вы так рассказывать и сейчас лена пойдет ну хорошо вернемся к стезе вот получается что ведь есть слово искусство вы занимаетесь искусством если взять овощи и фрукты то вы наоборот боретесь с искусственными овощами и фруктами и то и другое хлеба и зрелищ у вас работает эта система она без перебойная до бесперебойная опустите в ладони где у вас ощущение что может быть и секрет того что люди приходят на концерты слушают вот вас слушают других артистов нас много артистов которые достойны чтобы не был зритель да много недостойных но есть которые достойны если сегодня нехватка вот этой искренности в чистоте в этом сладком помидоре в этом правильном голосе в этой правильной человеческой подачи может быть отсюда корни растут не хочется идти на пластмассу вы знаете я когда смотрел ваши эфиры по телевизору он дома да вот вы еще глубже сейчас вот я с вами наяву общаюсь вы еще глубже человек чем кажется на экране потому что в насколько сейчас правильно задали тему ведь действительно синтез и в искусстве есть прям изрядный и который хочется искоренить а есть просто обычная петрушка несортовая обычные там полевые цветы как у сенчиной были на хочется вот такого обычного раймонда пауза они зарубежья то есть так хочется вот этого с чем на чем мы росли душевное тепло последние три года мир немножко другой но он выходит на потерь я уверен что он выйдет на этом мы не знаем правда каким будет этот путь но понимаете есть есть стады тоже не самое плохое произведение в конец поэтому мне кажется что мы столько можем создать просто в погоне непонятно зачем я так и реально на мне к такой российский прям российский российский вот мне это все плохо переживается ну какие-то романские языки я еще могу я такой в российский но итальянскую оперу какие есть вещи мы когда проходим в институтах эти все занятия конечно и вокализа идут на итальянском и арии там данице теперь колеса не все смогу не на французском сеньор помидор же как но будет сейчас завершать давайте вернемся к тому что во первых здорово что вы занимаетесь именно опереттой потому что это действительно жанр такой который но мне кажется он немножечко сейчас бы его приподнять бы надо было обратить на него внимание обратить его внимание а второе то что 400 лет люберцам я уверен будут какие-то еще выступления я так понимаю вы чек многостоношный можете что-то вести то есть но творчество не отказать пока да бьет мы хотим вам пожелать чтобы все-таки заслуженный артист уже когда-нибудь в рф превратился вот почему бы и нет да вот ну и конечно же давайте-ка как-нибудь через какое-то время какой-нибудь вы же можете сорта помидор тоже уже сам как-то здравствуй с цветами это именами дочерей назвать сорта по 1 наверное думаю уже есть сорт скорее всего можно назвал саника встречал а вот чтоб чайка нового к и телом даю дарю такую идею еще такой вопрос сейчас возможно кто-то смотрит из из молодых каких-то артистов которым интересно что то может быть у вас чему-то подучиться или прийти куда-то можно обращаться как вас найти я по воле так судьбы сейчас по понедельникам библиотеки есенина у меня такой ознакомительный калейдоскоп музыкальный мы занимаемся 4 часа вокалом если вы желающие с нашего округа города и приходит приходит со своей флешкой с минусовкой мы распеваемся когда индивидуально когда я хором их заставляю петь а потом у нас звукорежиссер есть там есть оборудование дирекция позаботилась об этом и мы поем мы вспоминаем песни которые уже забыты поднимаем пласт а есть какая-нибудь любимая начала какой-нибудь любимой песни я сейчас шел вот тоже на выходных ездил к себе вот так сказать на дачу и иду по полю и там только обискание поле не было даже да это я пою помните рюмина пела еду я чистым полем не спеша и вдаль красота манит необыкновенная цветы и цветы в них родины душа и про вся такая а помните еще поле ну конечно у меня голова забита песнями низа я купаюсь пою еду по лестнице пою в лифте пою я всегда пою ну так это же хорошо нам песня строить и жить помогай к будет ну что ж огромное спасибо вам за участие в нашей программе напомню что александр готовится как все мы в сентябре одну там осень у нас будет много всевозможных мероприятий имя юбилейный будет концерт а за счетом и мы пятидесятилетию но так вот все вернутся с огурцов с помидоров кабачков как мы осень и там же надо продажи устроить своих диски и вот назовите мы придем по наш юбилей как я могу пропустить такую же споем споем вместе я же тоже пою только не так профессионально как вы мы им и залом споем почему бы и нет спасибо что пришли вам удачи творческих чтобы и на базе ли беретская перета все было хорошо с вами летит времен быстро и чтобы помидоры тоже вас радовали это была программа открытый диалог гостем который был заслуженный артист московской области кристальный голос москвы руководитель театра ли беретская перета александр александр чайка сан саныч так так получается спасибо большое вам спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко и счастлива